Привет, друзья! Сегодня такое необычное будет маленькое видео. Хочу вам показать, как во Франции происходят пикники. И сегодня я участвую в таком небольшом пикнике, который организован нашей группой международных студентов французского языка Maison Portus Avil d'Avray. Вот вы видите, сзади находится наша компания, во главе с Аньес, которая наша учительница, учительница беневоль на французском, доброволец. И очень много французов, которые на общественных началах проводят такие курсы для иностранцев, для людей, кто хочет изучать французский язык. Я уже 4 года живу во Франции, я уже достаточно хорошо говорю на французском, но тем не менее я раз в неделю хожу на коды конверсацион, которые дает Аньес, потому что мне просто интересно и нравится общение с французами. И сейчас давайте переместимся чуть ближе к нашей компании. Я, может быть, попрошу немножко, кто-то что-то скажет для нас. Наша замечательная маленькая компания. Ждем еще, должны подойти и Роко, японка, со своим мужем французом и со своими детками. Ну, вот видите, начало пикника. Пикник проходит очень скромно всегда. Кто-то что-то приносит. Отличие пикника французского от славянского, то, что на пикниках обычно не готовят мясо, шашлыки, здесь просто все приносят уже то, что можно употреблять. Аньес, ты можешь сказать несколько слов в французском для нашей маленькой видео, чтобы нашу пикник, пожалуйста? Пикник, пожалуйста. Спасибо большое. Это Жерар, муж Аньес, который родом из Британии. Мы пьем на пикнике сейчас как аперитив порто-блан. И вот я рассказываю французским друзьям, что в Украине многие любят порто пить просто во время еды, потому что это хорошее сладкое вино. И вот наш пикник происходит в таком замечательном, огромнейшем парке, который носит название Сан-Клю. Хочу чуть-чуть пройти, показать вообще перспективу этого парка. Парк, насколько я помню, около 700 гектаров. Можно въехать на машине в парк. Есть въезды платные. И вы видите, парк простирается на много-много гектаров в разные стороны. Вот я сейчас буду делать такую панорамную съемку, и вы можете увидеть наша кучка. Дальше. Вот сейчас в этой стороне находится Париж. Дальше мы поворачиваемся немножко в сторону Сан-Клю, города Сан-Клю. Видите, велосипедисты, люди прогуливаются, делают различные... Дальше дирекцион Вильдаврей, где я живу. И это вот одно небольшое местечко, только парка Сан-Клю. Вот Анис рассказывает сейчас про селедку под шубой, потому что они, французы, уже знают и пробовали их, кормила селедкой под шубой. Видите, у нас на столе табулия. У нас чудесный пикник, табулия, потом помидоры с брынзой. А помидоры это кто делал? Не вы? Прелестно. Это брынза? Фита? Потому что у нас там еще такое вкусное. Дюри, это что? Это кто? Это дюри? Это шри-ланка? Шри-ланка? Да? Короче, рис, который к нам прибыл из Шри-ланка. И замечательная селедка под шубой. А, и семечки! И рататуи, который из Шри-ланки тоже приехал. Шубой пошла хорошо. Даниэла старалась, делала ее, ездила в Сан-Дени за селедкой. Видите, у нас алкоголь поменялся, появились вина под основные блюда. Рататуи пошел на ура, рататуй из Шри-ланка закончился очень быстро. Жерар очень любит его, я так думаю. Да, вуаля, très-très bien. Я confirму. Что у нас там? И да, вот типичный набор для французского пикника. Бутылочка вина, багет и шакью-тери, колбаса. Селедка под шубой, это нетипичная для пикника. Рататуи тоже нетипичная. Блюда для пикника, рис, нетипичный тюйоко. И вот баги попросила водички. Вот такая у нас интересная интернациональная компания. И мы очень хорошо проводим время. Ну, это вот ваш покорный слуга сидит в позе лотоса, снимает все. К нам еще компания прибыла. Смотрите, какие двое гостей. Особенно самый маленький, интересный. Он очень занят. Да? Да? Ку-ку. А вот и Рокко, вместе со своей Эмили. Все очень честно, все убирают. Мусор все увозят с собой, дома выбрасывают. Эмили очень понравились семечки. Все было замечательно. Все прощаемся, все довольны. Все поели. Все сыпьем не объелись, чисто по-французски. И прощаемся, обмениваемся. Кто недавно познакомился, обмениваемся телефонами, контактами. Теми. Продолжение следует...